Здравствуйте! В ближайшие полчаса о самом важном, что произошло в уходящие 7 дней. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Татьяна Донцова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К спасению трех озерок подключились программы развития ООН. Каков будет первый шаг, расскажут гости студии, эксперты Глобального экологического фонда. Депутаты считают законы и свой вклад в развитие республики. ГТРК Хакасия возобновляет выпуск рубрики «Парламентские вести». Республиканский краеведческий музей впервые принял участие в международном фестивале в Москве. Как прошла проба силы, что полезного для себя, узнали специалисты. И начнем мы с заседания Совета по экономическому развитию при главе Хакасии. Республиканские власти еще раз подтвердили свой курс на открытие новых производств и поддержку бизнеса. Так в регионе может появиться сортировка мусора. Предприятие построят в районе Пригорска. Какие еще бизнес-идеи предлагались и как меняется формат Совета, смотрите далее. Мусора, как грязи, всегда много. И когда из него можно делать деньги, такие бизнес-идеи в нашей стране на вес золота. Поэтому предложение компании «Градсервис» о создании сортировочного комплекса вызвало особый интерес у главы Хакасии. Предприятие известно в Абакане, где оно занимается вывозом отходов. Теперь оно хочет построить в районе Пригорска целый комплекс, который бы сортировал мусор и выделял из него то, на что есть спрос. Стоимость проекта почти 50 миллионов рублей. Черногорские власти выделили участок в районе Пригорска и обещают дальнейшую поддержку. У правительства предприниматель просит содействия в том, чтобы стать единым оператором по сбору отходов. У нас куча полигонов непонятно, куча хозяев. Каждый на этом что-то хочет иметь, но никто не хочет следить за экологией, никто не хочет смотреть. Кто-то конца не перерабатывает. Да, и не будут перерабатывать. Это все временщики. Нужно помочь ребятам. Конечно, проект должен жить. Следующий проект касается интересов Абазы. Сиблес готов вложить деньги в лесопереработку. Причем компания не намерена просто снимать сливки и пилить брус, а нацелена на глубокую переработку с наименьшими отходами от древесины. Для комплекса уже купленный участок, расположенный рядом с железной дорогой, техника и транспорт. Директор Сиблеса уверен в выгодности проекта. Абазе нужно преодолевать опасную зависимость от одного рудника. Наша задача создать мощные предприятия, которые способны создать новые рабочие места, обеспечить народ работы. По мнению Виктора Зимина, у такого бизнеса в республике, где активно развивается малоэтажное строительство, большие перспективы. Тем более, что еще больше жителей Хакасии получат бесплатную землю. В этом году около 6 тысяч только выдадим бесплатно участкам. Плюс идет у нас коммерческая составляющая. То есть вы правильно отметили, у нас идет развитие фермерства, ремонт. В каком виде одобренные проекты получат деньги, предстоит думать уже профильным ведомством. Как правило, это гранты на безвозвратной основе. Всего за время своей работы Совет одобрил 42 проекта, на которые бюджет выделил 108 миллионов рублей. На этом же заседании глава Хакасии объявил о смене формата. Совет по экономическому развитию отныне будет именоваться как Совет развития. То есть его задачи станут гораздо шире. Теперь этот орган будет также заниматься вопросами сохранения национальной культуры, развития инфраструктуры и имиджевой политикой региона. Марина Конодакова, Игорь Брюханов, Вести Хакасия. На этой неделе Следственный комитет объявил о том, что разрез Аршановский подозревается в экологическом преступлении. Начиная с прошлого года, он вместо очистки сбрасывал отработанную воду в окружающую среду. Опасные жидкие отходы сливались из карьера в речку Аршановку, впадающую в Абакан. По версии силовиков, загрязненная вода также просачивалась через дамбу очистных сооружений в почву. Разрез еще не успел развернуться на полную мощность. Тем не менее, земля здесь уже пришла в негодность из-за технологических загрязнений. Следственный комитет возбудил уголовное дело по итогам прокурорской проверки. Еще предстоит вычислить сумму ущерба и найти виновников экологического преступления. Тем временем угрозой экологической катастрофы Трехозерок занялись эксперты проекта программы развития ООН. За последние годы водоем сильно обмелел и стал уже не таким привлекательным для птиц, как раньше. Знаменитое урочище в прошлом имело славу птичьего рая. Из-за особого состава воды, богатого микроорганизмами и другой пищей для птиц, пернатые останавливались здесь во время перелета в север на юг и обратно. Причем среди них было немало краснокнижных видов, из-за чего в 90-е озера получили статус особо охраняемой природной территории. В последние годы водоем начал резко мелеть, птиц стало в разы меньше. Почему это происходит, доподлинно власти не знают. И благодаря проекту программы развития ООН, они наконец могут получить достоверную картину происходящего. Стороны подписали соглашение, согласно которому, Госкомитет по охране животного мира, в чьем ведении находятся трехозерки, получит деньги на научное исследование водоема. Подробно на эту тему мы поговорили с экспертами проекта программы развития ООН. Расскажите, пожалуйста, какое сотрудничество намечается между Республикой Хакасия и проектом программы развития ООН. Республика Хакасия изначально вошла в проект программы развития ООН Глобального экологического фонда и Минприроды России, который называется «Задача сохранения биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора России». И изначально урочи трехозерки стали тем объектом, который попал под пристальное внимание нашего проекта. Это действительно не случайно. Дело в том, что на этот объект возможно потенциальное воздействие угледобычи. Вместе с тем, пока это точно не доказано. И наше сотрудничество будет как раз направлено на то, чтобы выяснить, каким образом антропогенные объекты воздействуют на урочи трехозерки и есть ли действительно это воздействие. Как будет оформлено ваше сотрудничество? В настоящий момент мы очень активно взаимодействуем с Департаментом животного мира и природных ресурсов Республики Хакасия. И нужно сказать, что это соглашение носит более широкий характер, нежели только проблему урочи трехозерок. Ведь Республика Хакасия, это не секрет, является одной из субъектов Российской Федерации, которая крайне активно развивается, в том числе и в области угледобычи. И здесь не только урочи трехозерки, но и другие особо охраняемые природные территории могут попасть под негативное воздействие таких объектов. Именно поэтому, уже только на стадии запуска проектов, региональные власти решили пойти на контакт с нашим проектом, для того, чтобы попытаться обезопасить урочи трехозерки, урочи срока озерки от возможного потенциального воздействия. Какими-то сроками ограничен этот проект и какие результаты ожидаются от предстоящих исследований? Данный проект заканчивается в конце 2017 года. Мы действительно находимся в очень строгих временных рамках. Тем не менее, все договоренности практически достигнуты. Более того, они оформляются в настоящий момент официальным соглашением о партнерстве. И мы искренне надеемся, что в таких ограниченных временных ресурсах мы все-таки сможем добиться положительных результатов. То есть вы считаете, что вот эти вот исследования, они помогут сохранить урочище трехозерки, как вот особо охраняемую территорию? Вы знаете, сложно сейчас об этом говорить. Нужно сделать первый шаг, а именно провести исследование того, в каком состоянии сейчас находится урочище трехозерки. Несколько лет идет дискуссия по поводу того, что же влияет на трехозерку. Но точного ответа пока, к сожалению, не получено. И вот именно наша задача дать однозначный ответ на этот вопрос или попытаться дать однозначный ответ на этот вопрос. Можно ли говорить о том, что именно угольные разработки влияют на исчезновение урочища трехозерки? Для того, чтобы был однозначный ответ, необходимо провести, прежде всего, гидрологические исследования, которые бы показали, от чего зависит уровень воды. Либо это сезонные изменения, либо это действительно воздействие угольной промышленности. А возможно, это долговременные климатические изменения влияют на этот уровень. Ир Александрович, вы из Кузбасса. Там много угольных разрезов, как у вас там решается проблема, воздействие на окружающую среду. Сейчас наш проект работает уже на территории Кузбасса в течение трех лет. За это время мы заключили соглашение с четырьмя угольными компаниями, которые имеют довольно высокую долю добываемого угля. И фактически Кузбасс превратился в такую экспериментальную площадку для разработки новых методов и способов сохранения биоразнообразия для именно угольной промышленности. Направления исследований совершенно различные, разнообразные. А также передовой опыт, который пока что на территории России встречается только в Кузбассе, когда угольные компании участвуют в создании особо охраняемых природных территорий. Надо понимать, что угольные предприятия до сих пор относились к сохранению биологического разнообразия достаточно прохладно, поскольку это не входило в зону их ответственности. Но они не имели опыта, как нужно и как правильно сохранять это биологическое разнообразие. Так вот, те методы, которые сейчас мы им предлагаем, как испытываем эти методы, они дают первый положительный опыт компаниям во внедрении в свою деятельность. И впоследствии они получают не только опыт, но и практическую пользу от этих проектов. Вы побывали на разрезах компании СУЭК на местных угольных предприятиях и могли видеть, как происходит рекультивация отвалов. Ваше мнение обуведено. Ну, я могу сказать, что в Кемеровской области основной способ рекультивации отвалов с помощью сосны. То есть у нас очень большие площади засажены именно сосной. Вот. И я знал, что природные условия Хакасии достаточно жесткие. То есть здесь меньше осадка выпадает, здесь более жесткие зимы, сильные ветра. Вот. И я не ожидал, что здесь, в Хакасии, можно увидеть какие-то примеры образцовой рекультивации. Это было мое мнение. И когда в 2014 году меня пригласили в компанию СУЭК Хакасии, которая сотрудничает с Институтом аграрных проблем по разработке новых способов, как мне представили, что это экспериментальный полигон по разработке новых способов рекультивации. Вот. И когда я туда приехал, я, честно говоря, был просто удивлен и поражен, что таких результатов можно добиться за относительно короткий период времени. То есть это явно демонстрирует правильность выбранных подходов и применяемых технологий рекультивации нарушенных земель именно для условий Хакасии. Вот. Но я могу сказать, что данные подходы вполне можно будет перенести на другие территории в качестве вот наилучшей доступной технологии. Того, что рощи на отвалах разреза Черногорске одни из лучших в Сибири, удалось добиться благодаря совместным исследованиям биологов и специалистов угольщиков по рекультивации земель. Методические разработки специалистов компании Суэкхакасия и ученых по возвращении в экосистему восстановленных земель уже заинтересовали горняков Кузбасса и других регионов страны. Подробнее Виктор Лошников. В 2015 году разрез Черногорский добыл немногим менее 7 миллионов тонн угля. И это значительно больше, чем получали в советские времена. В настоящее время, к примеру, современному экскаватору, чтобы заполнить кузов 220-тонного белаза, требуется всего 3 минуты. Грузят породу, под которой скрывается пласт угля. Чтобы добыть тонну черного золота, приходится вывозить примерно 6 тонн породы. В год порядка 40 миллионов кубометров. Складируют ее на горных отвалах, которые по закону необходимо рекультивировать, то есть возвращать в экосистему. Стандартные дорогие гостовские технологии в нашей природной зоне с частыми ветрами не работают. Чернозем попросту уносило ветром. Ученые из Хакасского научно-исследовательского института аграрных проблем предложили собственную оригинальную методику, которая хорошо работает и в несколько раз дешевле. Те методики, которые они предлагают, позволяют нам в разы быстрее возвращать земли, нарушенные горными работами, в экосистему и благополучно сдавать их в землю госземзапаса, муниципального образования, в частности, это устье Абаканского района. На созданных в результате угледобычи отвалах ученые сначала посеяли донник. Он неприхотлив и у него мощная корневая система. А затем под его защиту высадили трехлетние вязы. Через семь лет безжизненное плато превратилось во вполне приличную рощу. Более того, здесь появились грибы и живность. Естественно, появился корм, появилась живность. В основном это пернатые куропатки, зайцы, а за зайцами пошли хищники и козы зимой встречаются, потому что они здесь чувствуют себя защищенными от браконьеров и удобные места кормежки и сохранения потомства. По новой технологии гряды отвалов результат работы шагающего экскаватора не разравнивают, ведь во впадинах скапливается много влаги. В лощины ученые посадили те же самые вязы, добавив российский чудо-препарат из концентрированных бактерий, которые действуют как витамин роста. И промышленный ландшафт теперь не узнать, а через год-другой сюда вполне можно приходить на фотоохоту. Одну лесу наш телеоператор уже поймал в объектив. Совместная работа ученых и горняков СУЭК способствует сохранению биоразнообразия региона. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Вести Хакасия, События недели. В эфире Вести Хакасия, События недели, и мы продолжаем. 126 законов принял Верховный Совет за прошлый год. Об этом заявил председатель Владимир Штыгашев, отчитываясь о работе депутатов на минувшей сессии парламента. Итак, в нашем эфире вновь рубрика «Парламентские вести» с Константином Кравцовым. Председатель Верховного Совета Владимир Штыгашев на очередной сессии подвел итоги работы республиканского парламента за прошлый год. Если говорить цифрами, в 2015-м принято 126 законов, 67 инициатив поступило от правительства, 50 – инициатива депутатов, и 16% от общего числа принятых абсолютно новые. Напомню, что в 2015-м году мы впервые приняли такие законы республики, как о государственном гимне республики Хакасия, о порядке согласования представления генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора республики Хакасии, о запрете на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории республики Хакасии. Большое внимание в 2015-м уделено поддержке предпринимательства, введены двухлетние налоговые каникулы новичкам, льготная патентная система по 16 видам бизнеса, пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения для остальных. Разумеется, огромная работа проведена в части ликвидации последствий пожаров. Не секрет, год был непростой и связан он был еще и с теми трагическими событиями, которые произошли в апреле прошлого года. И поэтому совершенно не случайно нужно было решать оперативно целый блок вопросов, связанных с урегулированием отведения земельных участков для строительства жилья погорельцев, определения юридического статуса того имущества, которое было утеряно ими. И поэтому нам нужно было фактически с колес принимать целый блок именно законов. Минувшей осенью Верховный Совет поддержал инициативу о дополнительной поддержке детей, потерявших кого-либо из родителей на пожарах. Решено обеспечить бесплатное обучение в любом вузе страны. Примечательно, что республика после трагедии восстанавливалась буквально всем миром. И Верховный Совет практически полным составом принимал участие в субботниках по ликвидации последствий пожаров. Депутаты помогали пострадавшим консультациями по срочному решению непредвиденных вопросов. Аппарат Верховного Совета обеспечивал и гуманитарную помощь. Активнейшим образом работали. Это величайшая была беда. Вот у нас пострадало столько, столько же, сколько в Российской Федерации в остальных территориях 86 субъектов. Представляете, и мы крокодиловые слезы не стали лить, а мы упорно сделали все. И по сути, в этом году, даст Бог, завершим ликвидацию последствий пожаров прошлого года. Не стоит забывать об еще одной важной функции парламента. Функции контроля. Депутаты традиционно заслушивают отчеты правительства по самым острым темам. В частности, о том, насколько успешно реализуется программа предоставления жилья сиротам, о планах властей республики в решении проблем здравоохранения, развитии моногородов. Разумеется, о ходе восстановления жилья после пожаров все признают, 15-й год был таким же разнообразным, как и сложным. Что важно, несмотря на сложности, направленность бюджета республики осталась прежней. Очень трудно было социальному блоку. социальному блоку в каком плане было трудно. Все же мы взяли на себя в республике такие гарантии для этих людей по очень многим направлениям и положениям. И получился наш бюджет на 2015 год почти 70% состоял только из социальной помощи населению. Видите, это много или мало, это можно сравнивать 3-4 года тому назад, наш бюджет составлял в пределах 12 миллиардов, сегодня он 25 миллиардов. Вот, если 70% сравнить, то пятилетней давности полностью бюджет идет социальных расходов. Самая главная наша цель, о чем сказал Штагашев Владимир Николаевич, это чтобы наши люди, жители республики Хакаси, жили чуточку лучше и видели вокруг себя какие-то улучшения в сфере культуры, здравоохранения, в сфере дорог и во всех остальных направлениях. Особенно он частью делил вопросам, что мы ввели целый ряд льгот налогообложения для предпринимателей. Как отметил в своем докладе Владимир Штагашев, в целом депутатский корпус в 2015 году сработал на высоком уровне и вполне гармонично. А на выборах в Госдуму определился кандидат от «Единой России». Напомним, в прошлое воскресенье состоялись предварительные выборы, в которых участвовали не только партийцы, но и все желающие жители республики. Большинство из них отдали свой голос действующему депутату Надежде Максимовой. На втором месте руководитель САЗа Антон Савченко. Что касается явки, то она составила около 7%. Это без малого 27 тысяч человек. Активнее всего люди шли на участки в Черногорске и Таштыбском районе. А вот столица Хакасии в этом смысле аутсайдер. Тут на участки пришли менее одного процента избирателей. По мнению регионального руководства партии, 7% явка результат приемлемый. Из 12 регионов Сибири Хакасия на шестом месте. В Черногорске во вторник начался процесс по делу Хакрес-Водоканала. Перед судом предстали четверо. Бывший первый зам главы Хакасии Александр Голышев, экс-директор Хакрес-Водоканала Олег Базиев, его заместитель Ирина Олешкевич, а также директор фирмы АФК Бизнес-Система Ирина Свистунова. По версии обвинения они отмывали бюджетные деньги, выделенные Хакрес-Водоканалу. В период с июля 2010 по декабрь 2012 года Базиев, возглавлявший Хакрес-Водоканал и Свистунова подписали 9 фиктивных договоров возмездного оказания услуг, согласно которым фирма Бизнес-Система обязалась вести бухгалтерский и налоговый учет Хакрес-Водоканала, а также оказывать иные финансовые услуги. Впоследствии обвиняемые подписали акт, содержащий несоответствующие действительности сведения об оказании услуг и перечислили на счет фирмы Бизнес-Система денежные средства в сумме свыше 103 миллионов 500 тысяч рублей. Пока прошло лишь предварительное слушание, на которое съемочные группы не пустили. Дело Хакрес-Водоканала и для его расследования из Красноярска-Водокан был доставлен Александр Голышев, к тому моменту давно покинувший правительство в Хакасии. Понадобился год, чтобы собрать доказательства вины бывших высокопоставленных чиновников. Сами они считают себя жертвами предвзятости следствия. Для более чем 10 тысяч школьников в Хакасии на этой неделе прозвенел последний звонок. И если для молодежи это целый праздник, то для полицейских настоящая головная боль. В Абакане, несмотря на тотальный запрет продажи алкоголя, нашлись и те, кто продавал, и те, кто выпивал. Юный возраст и родительский контроль не помеха. Константин Кравцов снял кадры, где разгоряченная молодежь нападает на стражей порядка. Во дворе молодежь дискотеку устроили. На импровизированную дискотеку к молодой компании по анонимному звонку приезжают всего лишь два сотрудника полиции. А зря. Но об этом чуть позже. Кругом груды бутылок от пенного напитка и без экспертизы видно, кто под градусом. Я выпивала за городом. У меня сегодня за городом был выпуск, ну, последний звонок у брата. Мы за городом выпивали, приехали сюда, в город. Мне позвонили, сказали, что у моих знакомых сегодня последний звонок в колледже. Вот. Мы сейчас здесь встретились, вот во дворе встретились. Все, мы стоим, общаемся. Девушка Алина, очевидно, лидер компании, уверяет, что весь этот мусор чужой. В пьяной толпе сразу выделяется юное лицо. По закону мы не можем показывать 17-летнего Сергея без разрешения родителей. Впрочем, интересно, как они смотрят на то, что нетрезвый отпрыск. Так вот проводит время. Патрульные решаются проводить его для выяснения обстоятельств. И тут начинается экшен. Вы понимаете это? Вы думаете, В неразберихе тинейджер улизнул прямо из полицейского УАЗика. В погоню за ним отправляется прибывший на помощь экипаж. Таких вот неприятностей было бы в разы меньше не то, что у полицейских, у самих граждан. Соблюдая незакон, речь здесь не только о молодежи. Закон о республике Хакасия от 20 января 2005 года. То есть существует запрет на продажу алкогольной продукции в праздничные дни. Именно как сегодня последний звонок. То есть в этот день алкогольная продукция в городе Абакане запрещена. За сутки запрета полицейские Абакана изъяли сотни литров алкоголя в 10 точках. Например, в районе молодежной продавщица все же продавала из-под прилавка. Я забыла, я замоталась. Я здесь стою с 10 до 9 часов. Все. А это одно из немногих мест в городе, которое никогда не засыпает. Дежурная часть полиции. Именно сюда стекается первая информация о правонарушениях. Вроде работаешь уже долго и тем не менее не перестаешь удивляться. Бывает, что люди приходят с какими-то неординарными случаями. Либо без улыбки на это все не взглянешь. Но тем не менее людям помогаешь в решении их проблем. Лето в любое время суток особо жаркая пора для полицейских. Ведь и людей на улицах больше. Одну из науха у министра Ольховского, как ночная полиция, дополнительный отряд МВД все лето будет помогать дежурным. Кстати, беглеца несовершеннолетнего Сережу все же поймали. Теперь ему светит не только родительский нагоняй, но и штраф за распитие алкоголя. Снежных барсов Хакасии решили посчитать с помощью электронной программы. Принцип опознания хищников схож с работой полицейских криминалистов. Каждое животное имеет внешние приметы, присущие только ему одному – раскраску и форму пятен. Снимки всех хищников сводятся в одну картотеку. При регистрации особи фотоловушками программа определяет ее либо как знакомую, либо как новичка. Присваивает имя и паспорт. Все данные заносятся в электронную базу. Такой способ позволяет ученым ввести достоверный учет снежного барса в Тумве, Монголии, Хакасии и на Алтае, а также исследовать миграцию. Новая программа – разработка барнаульских специалистов и пока не имеет аналогов в мире. Республиканский краеведческий музей имени Кызласова впервые в своей истории принял участие в международном фестивале «Интермузей», который прошел в московском Манеже. Мероприятие собрало сотни музеев из России и зарубежья. И уже тот факт, что республика прошла в полуфинал конкурса, можно считать большим достижением. Более подробно о том, как москвичи встретили хакасскую экспозицию и что нового для себя узнали музейщики, смотрите далее. Все музейное богатство России, а еще Китая, Ирана, Испании, Азербайджана и других стран было представлено на выставке «Интермузей-2016». Это одно из основных событий в музейном календаре, организованное Министерством культуры России. Но только в этом году главный музей Хакасии решил попробовать в нем свои силы. Так в Манеже появился уголок Хакасии. И как признанные эксперты музейного дела, так и обычные посетители были удивлены тем, что на юге Сибири есть свой музей под открытым небом. Это только нам кажется, что мы о себе много рассказываем. На самом деле Хакасия практически неведомая земля для европейской части страны. Ту экспозицию, которую мы сделали, мы создали образ юрты, насытили ее экспонатами, которые должны быть в этой юрте. Очень интересные фотографии, представляющие спектр нашей древней истории и наших культурных достижений и хакасской культуры. Они притягивали внимание, потому что было необычно. Но было очень приятно, когда приходили наши земляки, которые нам говорили слова благодарности, которые с нами хотели пообщаться. Простые люди интересовались Хакасии, как сюда приехать, что это такое, почему такие замечательные у вас объекты и так далее. Музей имени Кызласова представил проект виртуальной экскурсии по Салбыкскому кургану, с которым прошел в полуфинал. И для себя музейщики считают это большим достижением. В большинстве номинаций победа досталась таким федеральным музеям, как Московский Кремль, Петергов, Гатчина. Впрочем, это тот случай, когда важна не только победа, но и участие. Три дня фестиваля – это колоссальная школа для любого музейщика, а тем более регионального, после которой становится ясно, в каком направлении стоит двигаться дальше. Мы посмотрели, как создаются интерактивные программы и образовательные программы. Многие музеи славятся даже не своими экспозициями, а работой с посетителями. Вот те новые формы работы с посетителями, конечно, взяты на вооружение, безусловно. Сделать музей не только культурной, но и образовательной площадкой – это одно из направлений, которые хотят рассмотреть специалисты. Школьники и сейчас приходят на экскурсии, но для полноценного изучения краеведения этого недостаточно, и музей мог бы стать отличным партнером в деле воспитания патриотизма у детей. Помимо этого, музей имени Козласова намерен продолжать сотрудничество с федеральными учреждениями, чтобы и жители республики, не бывавшие в Москве и Петербурге, могли увидеть уникальные экспозиции. Задача вполне реальная, тем более, что в будущем у музейщиков появится новое здание, а с ним и новые возможности для развития. В честь своего 85-летия Абакан получил собственный путеводитель. И он будет полезен не только тем, кто впервые приехал в наш город, и, собственно, самим абаканцам, которые могут лучше узнать историю столицы. В этом убедилась Елена Крылова. Небольшая брошюра – это и есть первый собственный путеводитель для города Абакана. К 85-летию книжку выпустил Туристко-информационный центр. Экскурсию по городу предлагается совершать от железнодорожного вокзала и в 4-й микрорайон. Любой житель или гость нашей республики сможет с таким путеводителем совершить самостоятельную экскурсию по республиканской столице. В брошюре ведется повествование от первого лица об истории Абакана. Путеводитель предлагает посетить полтора десятка достопримечательностей. Среди них, конечно, главная площадь республики – Первомайская. Создатели брошюры нашли редкую фотографию 50-х годов – площадь с памятником Иосифа Сталина. Отец народов следил за порядком в центре Абакана 26 лет – с 30-го года. В 56-м монумент убрали, дом правительства, обком тогда был трехэтажным, а площадь украшал фонтан. Позже, в 70-м, в апреле, к столетию с рождения вождя, на Первомайской площади появился известный всем памятник Владимиру Ленину. Дальше маршрут идет к кинотеатру «Победа», который, согласно легенде, был открыт 9 мая 45-го года. А первым фильмом, который транслировали проекторы «Победы», стала лента в 6 часов вечера после войны. Мог быть в Абакане еще один кинотеатр. На полвека моложе «Победы». Немногие помнят, но Абаканского дворца молодежи в свое время даже было народное имя. Его назвали «Титаник» в честь знаменитого фильма, который вышел на экраны в 97-м году. АДМ изначально строили как кинотеатр, но во второй половине 90-х из-за большой популярности домашних видеомагнитофонов кинотеатр посчитали невыгодным. Хотели отдать под торговый центр, но в 2002 году АДМ все же стал культурным. В этом здании разместился дворец молодежи. К слову, немало достопримечательностей появилось в Абакане в последние годы. Например, скульптура «Маленький принц». Путеводитель можно будет получить бесплатно в туристическом информационном центре в начале июля. Елена Крылова, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok